Всем привет дорогие друзья, с вами я Юрий Аксёнов, а вы смотрите видео на канале Gameplan. Сегодня воскресенье, а это значит, что пришло время посмотреть на топ 5 таймкиллеров. Не забываем поддержать выход данной рубрики лайком и начинаем. Первая игра называется Мастер математики. Она представляет из себя, если можно так сказать, головоломку, в которой вашей задачей будет решение различных математических примеров. Игра разделяется на 8 разделов, каждый из которых отличается типом заданий. Здесь есть сложение, вычитание, умножение, деление, а также 4 комбинированных режима, в которых вам предстоит выполнить сразу 4 базовых действия. Например, делить или умножать сумму или разность чисел друг на друга. Всего в игре вас будет ждать более 150 уровней, которые будут усложняться по мере их прохождения. Также на каждый уровень вам дается 3 подсказки, которые убирают один неверный ответ. Приятным моментом игры является присутствие достижений, благодаря чему вы сможете не только размять свой мозг, но и повысить уровень своего гугл аккаунта. В игре нет ничего лишнего, только чистая математика во всей своей красе. Игра понравится всем тем, кто любит убивать время с пользой. Вторая игра это минималистичная аркада под названием «Лучник и лучники». Геймплей игры представляет из себя перестрелку двух лучников. Ну а ваша цель соответственно осуществлять быстрые и меткие выстрелы своего противника, чтобы убить его раньше, чем это сделает он. Управление в игре реализовано достаточно интуитивно понятно. Вам необходимо сделать свайп возле лука, прицелиться и отпустить палец. После уничтожения противника на локации появится следующий, и игра будет продолжаться до того момента, пока вы не потерпите поражение. Также периодически на локации будут генерироваться звездочки, сбор которых необходим для покупки новых видов стрел. Одной из особенностей игры является то, что урон, который нанесет стрела, зависит от ряда факторов, таких как скорость и часть тела, в которые она попадет. Порадовало меня и присутствие в игре локального мультиплеера на двух игроков, в котором вы сможете помериться силами со своим другом, используя для этого одно устройство. В будущем разработчик планирует добавить сюда броню, а возможно и другие элементы апгрейда и кастомизации. По словам автора, он открыт предложением и готов воплотить в жизнь почти все ваши пожелания. Следующая игра называется Zombie is Coming, и представляет она из себя кликер, в котором вам необходимо помочь группе выживших спастись от наступающих толп зомби. Основная задача в игре сводится к уничтожению 50 уникальных зомби-боссов. Тапая по зомби, вы будете получать сыворотку, которая здесь является основной валютой. За счет нее вы сможете проводить апгрейды своих героев, а также сбрасывать бомбы, которые являются единственным способом разделаться с боссами. Свою команду вы можете пополнять двумя путями. Это отправка вашего пса на поиск выживших, либо донат. В целом игра неплохо отрисована, и геймплей она немного отличается от прочих кликеров, поэтому она, на мой взгляд, сможет выступить в качестве весьма неплохого таймкиллера. Далее я хочу рассказать о достаточно хардкорной аркаде Danger Dodgers. Ваша задача, управляя одним из имеющихся персонажей, уворачиваться от падающих метеоритов. Для перемещения необходимо просто тапать на любой точке локации, но за этой, казалось бы, простотой вас будет ожидать нереальный хардкор. Собирая монетки, выполняя задания, вы сможете разблокировать различных персонажей, которые будут отличаться не только внешним видом, но и оформлением локаций. Завершая сегодняшний выпуск, некая смесь раннера и скролл-шутера под названием Cars vs Bosses. В ней вам, управляя вооруженным автомобилем, необходимо уничтожить угрожающих вам противников. Выполняя задания и зарабатывая очки, вы сможете разблокировать новые автомобили, или улучшить свое оружие, и как следствие устанавливать новые рекорды. В принципе, задумка игры мне понравилась, но слишком однообразный геймплей быстро придается. На этом все, благодарю всех за внимание, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч!